Как называется игра? Пишите оборона Сентенелла или просто оборона, я не знаю. Названия у меня всегда рожаются. Сейчас? В самую среднюю очередь. Это что такое? Это такой имперский танк, который должен разрушить 6 целей. И его надо игрокам убить? Нет, его надо защитить. В игре есть 9 карточек игроков, в игре получается 8. Если 4 человека, то получается по 2 карточки на каждого человека. Если 2, то соответственно 4. Тут есть просто очень мощный танк, он там рандомный. То есть сдаётся барьер с любую карту. То есть получается он может либо выйти, может либо не выйти. Получается каждый раскладывает в таком порядке. То есть от Сентенела по вот этим углам. Отсюда будут с каждой стороны прибывать войска. То есть правый фланг, левый фланг? Да, правый фланг, левый фланг, верхняя и нижняя часть. Да, в принципе нет. По одной карточке сначала вылаживаешь, а вторая запасная. В том случае если гибнет этот персонаж, то его карточка меняется. За то, что он попадал? Ну, карта на какой-то углу падает. Да? А у всех космодесант что ли? Ну да. Ну это понятное дело, просто мне нравится эта тематика. Не, я не бедно, я имею ввиду, что карту у всех одинаковую в итоге оказались. Не, они не одинаковые. Раз одинаковые. Они разные. Они разные, да. Видишь? Да, тут в принципе те же самые. А, я думал это название юнитов. Те же самые. Они отличаются, да? Или явно хуже, например? Да. Ну они как бы хуже, не хуже. Самая слабая здесь по идее вот эти. Самый танк. Вот смотрите, шесть жизней. Это не шесть жизней. Вот эти черепки это обозначает сколько... Ну как мы играли в этот. Бонус. Это не бонус. Это сколько одной точкой на кубике убиваются противников в отряде врага. Да. Сколько выкинул, сколько и убил. То есть там, скажем, стоят эти карточки. В принципе в игре есть. Право-левый фланг. Право-левый фланг. Каждый ход, то есть зарядка, прицел, залп. Каждый третий ход осуществляется залп по целям противника. То есть в начале там один, два, три, четыре, пять, шесть. То есть первым кубиком кидаешь, выбиваешь в любом случае какую-то цель. Потом, ну понятное дело это усложняется, потому что когда остается одно, надо четко выбить. У танка есть семь жизней. Танк может пожертвовать одной жизнью для того, чтобы либо прибавить точку выброшенного на кубике, либо отнять. В том случае, ну там остается одна цель, чтобы было проще попадать. Задача игроков защищать танк, пока он не выстрелит в сенсиале. Каждая, то есть там первая, идет зарядка, идет вход. В начале сразу каждый разбирает себе по одной карточке действия. То есть тут есть уменьшение урона. Ну они лежали. Закрепили. В начале, то есть их по четыре. То есть в игре четыре, каждый управляет, ну отвечает за действия. А как вы заметите, что это может написать? Ну вы должны были вложить, это просто я уже так разложил, опережая события. Есть стопка вот этих вещей, то есть действия, которые вы можете совершить. Каждый берет себе зарядка, прицел, залп каждый в начале вот этого круга. Берет по одной карточке. И за каждого убитого противника, если противник вас атакует, вы его уничтожаете, тоже получаете карточку. Вот написано запас здоровья каждого. То есть подразумевается, что в отряде четыре человека, то есть четыре человека может быть уничтожено. Начинается зарядка, входит в действия карточка. Сразу по стрелочке на карточке видно, с какого фланга она атакует. Кидаем хулик, разыгрываем, кому он достается противника. То есть чет верхнее, нечет нижнее. То есть чет сверху идет. То есть это идет товарищ с ракетами, вы по ракетам бьете единичка. То есть его шесть в отряде, вам для того, чтобы уничтожить, надо выбросить шесть. А, умножается на один, да, правильно. Ну да, очень просто, элементарно. Элементарно, да. Можно сделать что, вот у меня, скажем, есть карточка рокировки, мы можем поменяться, заюзать эту карточку, поменяться войсками, у меня здесь по ракетам идет два. То есть умножается на два, да. То есть надо выкинуть больше тройки, это намного больше. Это разовый бонус, да, то есть вы собирались? Да, то есть я это действие использовал, оно ушло в отбой, как бы мы поменялись карточками. А когда поменялись все равно, кто будет обороняться? Ты поменялся, но ход-то его, он должен... Вот и вот, он обороняется, да. Твоим уже? Да. Мы просто... А, я понял. А, люди принимают решение, может поменяться, если что. Можно, вообще как, здесь есть еще система, скажем так, бонусов. Бонусов, система рейтинга. То есть, если вы убиваете самого сложного для себя противника, которого вы, ну понятно, одной точкой на кубике наносите ему одну единицу урона, то получаете рейтинг три в случае победы. Если два, то два, если три, то это самый легкий для вас противник, то одну очко, ну, одну очко рейтинга. Да, опыт, я это понял. Когда вы набираете пять очков рейтинга, вот здесь есть имперские подарки, так сказать, да, то есть, плюс череп, защита от атак. Экспо и покупки. Да, экспо, экспо. Раскачай юнит, да. Да, раскачай юнит. Ну и, так сказать, обороняете танк. В принципе, а если я сейчас его не завалю, что будет? Как валится, вообще, вы можете валить как? Можете попросить помощь. У него, у юнита, можно атаковать, ну, может атаковать человек с вашего шахлонга, но снизу. У него автоматически стоит задача защита 6 от атак со стороны. То есть, надо выкинуть больше там. Выкинул 4, сколько я там по нему наношу? 8. Там. Сколько я по нему наношу? 2 наношу, то есть, ну, минус 3, то есть, я, как бы, 3 у него оборона. 4 минус 3, 1. То есть, я убиваю у него 2 человека, у него остается 4. Вам надо убить уже 4 человека. Вы по нему наносите, сколько там, единицу. Вам надо выкинуть уже не шестерку, вам надо выкинуть четверку. Так, окей, давайте сюда перейдем. Так, а защита у него не срабатывает? У них защита? Нет, у этих товарищей, то есть, один на один, мах на мах, защиты у них нет. Защита есть от атак со стороны с другого фланга. Человек, который помогает вам уничтожить, в случае успеха, он получает дополнительное тоже, ну, действие. Итак, мы вытащили отсюда карту. Да. Кубик отправляет, что найдется. Да. Как бы, получается у нас, то есть, должен разбираться один я. Но в мой ход, любой другой игрок может сыграть карту и каким-либо образом не помочь. Да. Увеличить и атак уменьшить урон. Я, например, могу урон уменьшить. Тебе? Я не хочу. Врагам. Нет, это урон, понятно, смысл уменьшать урон врагам. Нет, это защита, минус 1. В том случае, если вы, скажем, да, раз кинули неудачно, два кинули неудачно, то есть, он вам помог не помогло, вы кинули не помогло, убили там, скажем, не весь отряд 6 человек, а два. Два осталось. То есть, два осталось, то тогда вам наносится урон в размере двух. То есть, каждый человек востукнут, пожалуйста. Давайте сделаем так. Вот вы играете эту карту, что мне показывали. Рокировочка. Да. Да. Он переходит к вам. Или вы меняете? Меняемся. Как его? Как его? Наши. Давай со мной лучше смотрел, у меня сильнее. С этой стороны. Ааа. Нет, вообще думали, что может и... Как угодно. Как угодно. Любые. Это идет сброс. Где у нас сброс? Вопрос, мы продумайте здесь. Так, поехали. Теперь вы с ним сражаетесь. Нет, сражаетесь вы, к вам пришло. Ааа. Мы поменялись карточками просто. Ваш товарищ мне пришел. Ты как бы защищаешь... Угол вверху. Угол вверху. То есть, получается, что он привязан не юнит, а карция вокруг вот этого пифоноль. Ну да. А вы можете между собой, в зависимости от того, кому кого выгоднее быть. А зачем ты нам вот эти карточки вначале заслываешь? Классные. Классные. А я делал мой губрилок у тебя, космодесант. Просто разложили по периметру. Пока можем они сразу же... Ну это выбор был. У тебя две дали, у тебя одну выбрал. Может быть да, раздавайте сразу по две, а я буду выбирать кем биться. Ну это положено. Война. Война. Отлично. Что я делаю? Я кидаю кубашку. Ну вы смотрите, то есть, вы рискнете и убить. То есть, надо выбить больше трех. Выкинуть нужно. А тут еще дополнительная единица урона. В том случае, если... Ну, у меня есть карточки. Да, приписаны всякие неприятные бонусы для противника. Ну, то есть, приятные для противника, неприятные для вас. То есть, там, дополнительную единицу урона. В том случае, если там, скажем, два осталось, то все-таки нанесутся не два урона. Ну, в общем, сначала кью его я, а потом он уже мне в ответ. Я смотрю, он приближается. Я вот бах, а он потом приближал на меня. Так? Все, я кидаю кубашку. Война. Один на два. Два урона, я молодец. Ну да. Ну в этом смысл как бы... Так, а сколько жизнью этого? Шесть? Шесть. То есть, достаточно было тройку выкинуть. Да, а то вот четыре у него жизни. И он тебя убивает. Потому что у тебя всего четыре. Четыре, да. И вы... Я играю уменьшение урона внезапно. Но вот эти все карточки, они должны раскидываться перед атакой. Да. Ну, предположим, что я играл перед атакой. И осталась одна жизнь. Осталась одна у него жизнь. Карточка моя уходит сброс. Враг умирает? Враг не умирает, у него остается четыре человека. То есть, он разыгрывается в свою счету. Принцип такой же как и в Эльдарах. Это этот. А... Помогать... А помогать... Есть какой-то штраф им. В какой смысле? Штраф? Не помогает. Штраф. То есть, если он выкидывает меньше тройки... Он что же получает? Он получает урон. Урон. Ага. То есть, я его сегодня не перекинул? То есть, если у него мало против этого типа... Предположим, у меня осталась одна жизнь. Поехали. Что происходит? Этот товарищ остается здесь. Этот товарищ остается здесь. Я сдержу. Зарядка перемещается на прицел. Входит второй товарищ. А что то за заряд? Зарядка этого человечек. Ну, он тебе по чшшшшшш... Позаряжает. Сдернул затвор. Так, определяйте опять, на кого он там с какой стороны Тереть. Тормально. Есть. В этой игре есть чего-то больше, чем. Ну, я скажу, что в этой игре не спективно. Из двух она лучше. С ней если поработать, то вообще круто будет. Потому что нету поля. Нет. Потому что нету поля. Даже не потому что где-то льдарят. Нет. А там и... Механика. А там поля-то не нужно было. Там вот что есть. Конечно, я так подумал, можно даже разнообразить все эти локации за счет того, что небольшая карта, а отдельные какие-то. Так они там не имеют значения. Из локации можно было переходить среднее и мело. Нет, ну там можно сделать, чтобы в какой-то локации плюс к танчикам в атаке. Да, да, да. Где-то ты воронишь. Но это не нужно, да. Понимаешь, мне там все это превратиться, значит, в какой-то там вардинок, где-то так, варгейм китаться. Ну да, вообще. Ну и варгейм, они и есть у нас все. Есть специальные люди, которые обучены играть в варгейм. Обучены, обучены, специально обучены играть в варгейм.